В большой семье каждый занят своим делом. Одни на кухне готовят обед, другие ухаживают за скотиной. Дисциплина, конечно, не армейская, но послабление оравитрудных подростков глава семейства не дает. За 22 года Игорь Мотыгин забрал на воспитание 60 мальчиков из детских домов. Такие дети, фактически, они все стоят в психиатрической больнице на учете, психические у их расстройства. Все они раньше нюхали, там, пили кто-то из них. Ну, то есть, ну, никто их, фактически, никому они не нужны. Проблемы начались с появлением Влада. Подростка больше 20 раз отправляли из детдома в психлечебницу. Не прижился ребенок и в семье Мотыгина. В 2017-м в полиции появилось заявление от мальчика о том, что Мотыгин якобы присваивал его деньги. Вскоре Влад написал, что оговорил отца, находясь под действием психотропных препаратов. Однако этой бумаге следователи значения не придали. Игорь Мотыгин оказался под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве. Им кто-то дает указание, чтобы меня задавить и посадить, чтобы детей изъять, потому что я лишний человек. Мотыгин уверен, для властей он не помощника бельмо на глазу. Каждому ребенку мужчина выбивает положенную государством квартиру, нередко через суд. Поэтому такое давление. Еще до обвинений в мошенничестве челябинцы пытались улечить педофилии. Но дело развалилось. Выяснилось, что бывшего воспитанника попросили оговорить приемного отца. История утряслась, но после недавнего сексуального скандала в челябинском интернате детям Мотыгина начали задавать неприятные вопросы. Начал меня спрашивать такие вопросы. Ты трогаешь у отца там половой орден? Я хотела сразу выйти из этого кабинета. Вот как начали меня спрашивать такие вопросы. Мы ехали, они говорили, наговаривайте там у своего отца. Мы вас к маме, к папе отправим. К бабушке, к дедушке. Психологи из патронажной службы, куда Мотыгин нередко обращается за помощью, рассказывают, семья хоть и сложная, но на хорошем счету. Детям в семье живется неплохо. То есть конфликтных ситуаций, срывов за тот период, что мы контролируем семью, срывов не было. В соцзащите, с которой воюет Мотыгин, всячески дают понять, картина в семье не такая однозначная, как ее рисует мужчина. При этом никаких подробностей пока идет следствие не сообщают. Повышенный интерес со своей стороны и частые проверки объясняют спецификой личности опекуна. В этой семье восемь детей, на данный момент семь детей. И воспитывает, скажем, мужчина. И здесь требуется, конечно, пристальное внимание. Следователи ситуацию пока не комментируют. С Игорем Мотыгиным продолжают жить семеро мальчиков. Еще один, тот самый Влад, из семьи изъят. Но многодетный приемный отец уверяет, никого из шестидесятков своих детей никогда не бросал. Не собирается делать этого и сейчас. Антон Захаров и Александр Филиппова. Для настоящего времени.